Дорогие друзья, вот у нас у всех бабули разные, я вас хочу познакомить со своей. Итак, бабуля решила вспомнить молодость. Алло, ну чё, как сэкс по телефону? Да, бабуленька моя. О, слава богу, да звони вообще. Слушай, ну чё, я хотела бы молодость вспомнить. Легко, пепсик мой. Хлеб, пять копеек. Но на кое дают за вредность? О, да, за вредность при меня, ваша такая вредная штучка. Проезд на общественном транспорте бесплатно. Ну что, сухофруктик мой, ты готова? Давай, копей меня. Ленин, жив! Ты меня раздел. С вас 50 евро. Сталина на вас не хватит. О, Сталина, Сталина, Сталина. Почему я такой сексуальный? Ну почему сексу-ма я смажу? Ну почему я такой сексу-а... Лёва, объяви меня. Александр. Музыку! Немного теплее за стеклом и порнится Ленин. Стоп! Ты вообще в курсе о том, какие слухи о тебе ходят за кулисами? Вечно ты, Лёва, слышишь звон и знаешь, где он? Я тут! Музыку! Судентки из Калуги, мне вовсе не подруги, покинули мне в чай какой-то беленький кристалл, и в пёс спустились ноги и разорвали руки. И всё это под песню Владимирский Центра. Давай, давай! Достаточно, Сась! Скажи, во-первых, вообще почему ты решил, что ты умеешь петь? И во-вторых, каким образом тебе вообще пришла идея в голову вот сюда вот, о том, что тебе нужно играть в этот квен? Послушай мою историю, грустную, основанную на реальных событиях. Скучным человеком не был никогда, в конкурсах юных дарабани лауретом был всегда. Но переходный возраст грянул, и стало очень скучно жить. Я стал гулять и отрываться, бросил петь, и начал пить ОКВН! ОКВН! Сосдок! Ау, Сась, Сась, Сась! Всё, я больше не ссать! Да? Кто же ты? Всё, я Лев Лещенко! Эхей! У-ха! Вы знаете, я смог бы у вас петь песню про добрую встречу, или про Левчика и Волчика, или даже про то, как плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды. Но нет, я спою вам песню про беременную мышь. Про кого? Про мышь-беременную музыку. С тужёную песной, когда шумил камыш, не продал винокур беременную мышь. Маруся, назвал я мышь свою. И в гуслях я поселил её. Шмяк, 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 рожает мышь-маруся. Сосдок, Сась! Мышь, Маруся, это вообще не то. Ты меня, ты хочешь, ты меня надоел? Я ухожу, делай вообще, чё хочешь. Лёва, Лёвочка, солнышко, вернись. Лёва, киса моя мохнатая, обернись, обернись. Что? Лёва, только честно, только честно, ответь мне на один вопрос. Здесь ничто не проливалось. Нет. Тогда пускай прольётся песня в музыку. На синей планете лазурных ветров Живу в окружении докторов. Ведь так не бывает на свете, Чтоб кошка бежала в пакете. В таком случае у меня к тебе тоже ещё один вопрос, Только честно. Да, хорошо? Ну, скажи, что ты поляков не любишь? Послушай, мы историю грустную, Основанную на реальных событиях. Тручим с лесу под огромной луной Замыгнался поляк циркулярной пилой, Но при свете луны Не заметил он дня И оставил в лесу А в первую очередь в семействе Половинку себя Сасья, 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 у меня горе в семье Люба, что стряслось? Умер мой хомяк Гоша, что делать? Люба, я знаю, что нужно делать, ему нужно отпеть Песня А капельная, отпельная, скандинавская, народная Сяду я верхом на гуся Ой, на гуся Поднимусь на нем в небеса И без паспортов В Бельгию махнем Потому что мы в шинге не живем Замечтали что-то с гусем Ой, да с гусем Заблудились в небе вдвоем Был ракетами Сбит мой верный гусь Не вошла еще в шинген Беларусь Браво, браво, Александр Скажи, вот эта песня прям нормальная Есть еще какая-нибудь в этом роде? Ну, конечно же, есть Но я хочу гонорар В размере 50 грамм коньяка Ты что, совсем что ли? Но без бокала нет бокала Пардоньте Друзья, для начала хотелось бы рассказать Поговорим, что мы пошли в этой игре Рот свой закрой, понятно? Женя, что такое? Да там какая-то девушка ресницы красит Женя, зачем ты вообще вышел на сцену? Ну как зачем? Вообще-то мы с тобой созданы друг для друга А это еще почему? Помнишь, в детстве ты рисовала принца своей мечты? Ну, вообще-то в детстве я очень плохо рисовала Но... Женя, все равно нет Ну ты упорная Это я упорная? Видела я историю твоего браузера Как похудеть за неделю Как похудеть за месяц Как похудеть за год И нравится ли девушкам толстые Ладно, друзья, давайте не будем ссориться Сборная БГУ начнем Команда БГУ Девушка и пять парней Эй, песни мы качаем И давайте веселеть Эй, сколько нас сказали В песне слова Эй, ну-ка, посчитайте Эй, друзья, поехали Друзья, для начала О некоторым людям Иногда не скажешь Хорошо им или плохо Сердце Вам плохо? Тебе так хочется покоя Наверняка каждый из вас Когда оставался дома с девушкой наедине Попадал вот в такую неловкую ситуацию Маша, ну я так не могу Он смотрит Ну, папа Преподаватель в вузе решил узнать Чуть-чуть больше положенного Ну что же, давайте проверим отсутствующих Стобровский Здесь Иванов Есть Петрова Нет ее А где она? Спит С кем? Что происходит? Ничего Пара осталась дома вдвоем наедине Дорогой, ну вот мы и одни, может быть Маша, ну я так не могу Ну кот Ну что кот? Ну он смотрит Барсик, брысь отсюда Ну а теперь? Теперь хомяк Ну что хомяк? Хомяк на полке, в банке, за книгами Я хочу, чтобы он смотрел Друзья, в следующем миниатюре На колени, я сказал, на колени Женя, что случилось? Да там чувак не знает, куда защиту для роликов одевать Женя, зачем ты вышел? У меня есть аудиоминиатюра Итак, представьте, батюшка куражится Парень забыл, что у него в руке нож Эээ, пссс, тебе после уроков? Тихо-тихо-тихо-тихо. Случай на железнодорожном вокзале. Бон дебил, и не уходишь уже. Очень заботливая бабушка перед свадьбой своего внука Проститутка! Приходи на мальчишник к моему внуку Случай на конкурсе Мисс Беларусь Друзья и победительности становится Мария Иванова Поздравляем девушку, поздравляем, поздравляем На-на-на, запей-запей-запей Пара, у которой сегодня ну точно будет секс Александр, согласны ли вы взять в жены Марию? Друзья, в следующей миниатюре Я два раза повторять не буду, понятно? Женя, что случилось? Да мне работу диспетчером на вокзале предложили Женя, зачем ты меня глазами раздеваешь? Вообще-то я уже раздеваю Иногда парням бывает ну очень стыдно за своих девушек Дорогой, мне иногда кажется, что тебе стыдно за меня Да нет, с чего ты взяла? Ой, смотри, проститутки! А семейные пары разных возрастов в магазинах ведут себя абсолютно по-разному Ой, смотри, какие туфельки со стразиками, купи-купи-купи-купи-купи-купи Случай в креативном агентстве Следующий Здравствуйте Здравствуйте А, Собровский Опять код одного фона в ГТП? Всего одна цифра, ну что? Ладно, понимаете, у нас сегодня КВН, праздник У вас есть какие-нибудь веселые песни? Я рисую на асфальте своим ногтем слово кальций Так, стоп А есть какие-нибудь нормальные песни? Она хотела бы жить на Манхэттене Но на Манхэттене люди не хэкают Дальше А он ее целует Говорит, я ж кельмена, мама Дальше Новый бритвенный станок и для кожи пена С небольшим намеком так Сергей поздравил Лену и... Так, стоп! Давайте следующую Падший лейтенант спит со старшиной Так, стоп! Вы мне уже надоели, я даю вам последний шанс Ладно, держите жидкий гвоздь, мы программы Захотели в лесу мы костер разжечь Так Но трава высоко и за ними лезть Мы набрали хвои, разожгли костер Но свои права тут предъявил бобер Бобер? Вот такой бобер Но ведь хвоя не твоя! Так, пошел! Случай в библиотеке, в которой... Я тебя запомнил! Понятно! Женя, что случилось? Да и сына в детский сад отвел Зачем ты опять вышел? Меня чурят играть, объяви! Парень, который, ну, плохо понимает намеки Маш, я, пожалуй, пойду Женя, ну подожди, останься Не, ну, сама посуди, чай мы уже попили Фильм посмотрели Винду я тебе переустановил Дважды Я тебе сделал массаж Ты мне сделала массаж Грудь на предмет опухли осмотрел Кстати, все нормально Принцип работы насоса Ты мне показала Я потом зачем-то палку в окно кину Я, пожалуй, пойду Господи, Женя, давай переспим А-а-а-а Намек понял И я как раз не выспался Нет момента страшнее в жизни, чем день, когда мама первый раз садится за руль автомобиля Ну, поехали Папа, а ты выпил и поэтому мамы за рулем? Нет, мама за рулем и поэтому я выпил Сынок, что ты там бупнишь? Так говори громче Хорошо Отче нашли же сильно Да успокойся Мама, а давай ты меня сейчас из машины выпустишь А это мне как бы на день рождения будет Как вы мне надоели своими разговорами Лучше послушаю свою любимую песню О, папа, поставь коробку от тиска Стаса Михайлова на панель Зачем? У него хоть какой-то крест Маша, поворачивай Маша, Маша Маша Я не буду целоваться с Ивановой У нее брекеты Какой еще Ивановый? У меня сейчас просто вся жизнь перед глазами пролетала А ты на шестом классе вырулила Друзья, что хотелось бы сказать в конце? Да, подожди, Артем Стой, стой, подожди Мне кажется, я влюбился Слушайте, друзья, мне кажется, я тоже влюбился Я тоже пойду Ну и я пойду Маша, помоги нам, пожалуйста Мы не знаем, что делать Ну, для начала расскажите, чего вы добились в жизни Я построил дом Я посадил дерево Сына, хочешь? А сейчас будьте чуть-чуть понаглее Иди ко мне на колени Детка, я иду к тебе на колени На колени Ну, теперь самое время сказать пару приятных слов Ты самое лучшее солнышко на свете Детка, ты божественная Ну, ты нормальная, че, такая хорошая Проявите мужество Если наши дети будут похожи на него, тебе хана Если наши дети будут похожи на этого парня, тебе хана Если у нас будут дети, тебе хана Так, ребята, ставьте на место Друзья, и такое бывает Директор мобильной связи Бейс у себя дома Я не могу это поверить, а Нет связи Вдолбанный выезд Да перейди ты уже на Проксимус Не, это дорого Ба-бь bа-ба-баме АПЛОДИСМЕНТЫ Всем спасибо. Это было окончание сегодняшней игры. Надеюсь, вас увидим на новых играх, которые обязательно состоятся осенью в Антверпене. Команды показали разный стиль. Уровень был примерно одинаковый, но подход у всех был разный. Кто-то ставил на юмор, кто-то ставил на артистизм, как в сборной в Голландии. Кто-то ставил на точность и репетиции, очень долгий опыт. Но в итоге, как вы видите, победила командная игра, юмор, то есть то, чем ценил КВН. И сборная Белоруссии. Не буду судить, они победили заслуженно или нет, но Кубик ушел им. И зрителям было действительно смешно. А кто судья, конечно, зритель. Ну, жюри просто общую волю исполняет, я считаю. Я хотела спросить, вы в Бельгии первый раз, и вообще, как у вас ощущения после сегодняшнего вечера? Ну, скажем так, зритель сырой, ну, в плане того, что КВН нужно подходить, ну, зритель растет, зритель воспитывается, и для КВН зритель это не каждый. Вот. И я надеюсь, что со временем КВН здесь будет развиваться. И, соответственно, мое впечатление осталось на сегодняшний день в том, что здесь есть над чем работать. То есть работать над не только зрителям, есть смысл работать, и над организационными моментами, над командами, над редактурой и над многими техническими вопросами. Вот. А в качестве КВНчика я сюда приехал бы еще и не один раз, а может даже и ведущим, а может даже и в качестве жюри. Ребята, вы живете в Европе, вы объездили, наверное, как вообще у вас впечатление Бельгии от ваших после сегодняшнего концерта, мероприятия, представления? Очень хорошо, спасибо, что приняли нас здесь, тепло, сказали много хороших и приятных слов. Было весело? Ну, с моей стороны, было очень интересно. Вообще-то это наше первое выступление как дуэти, так скажем. Раньше мы выступали в разных командах. В Бельгии понравилось. Очень интересно. Новые впечатления, новый зал, новая публика, новые даже шутки, какие-то слова, которых мы раньше не знали. Спасибо, было интересно. То есть приедете еще? Конечно. Конечно, если пригласите, обязательно приедем. Если позвонит местный Александр Васильевич. Мы ему скажем, что мы выступаем в Бельгии. Спасибо. Успехов вам во всем и в ваших начинаниях и в продвижении КВН в Германии и на европейском пространстве. Спасибо. Спасибо огромное. Это победитель, сегодняшний победитель, белорусская команда БГУ. И я хотела спросить ребят, как ваше впечатление вообще о Бельгии, об Атверпене, наверное, в частности, и о сегодняшнем вечере. Мы приехали сегодня ночью, на самом деле, и вот буквально с утра, с шести утра начали готовиться. Как видите, не все получилось. Вот техническая служба, ну, может, вы видели, не видели, я не знаю, техническая служба чуть-чуть дала слабину, но жюри и зрители оценил нас по достоинству. Мы показали весь колорит белорусов и надеемся, что многим стало понятно, что такое есть белорус. Многие захотели приехать к нам в Беларусь и посмотреть не на таких чузиков, как мы, а на настоящих белорусских. На самом деле, это не только картошка и Александр Григорьевич, у нас еще много чего интересного. В частности, закон о тунеядстве. Я, наверное, как белорусская, бельгийская белорусская, уже не знаю кто, очень рада, что кубок поедет в Беларусь. На самом деле, не один кубок поедет в Беларусь буквально. После кубка КВН Голландии, вот в 6 утра мы приехали сюда и начали готовиться, но вчера мы завевали кубок КВН Голландии. То есть у нас два кубка, уже два кубка ездят в Беларусь. В Беларуси на два трофея больше Александр Григорьевич, гордитесь. Так вот, я хотела добавить, что президент Беларуси всегда поощряют выдающихся спортсменов, деятелей, культуры, ученых. Мы не дали одному чего. Что ожидаете вы? Мы ожидаем, что нас пустят обратно. И выпустят потом когда-нибудь. Да, скорее всего, мы занимаемся спортом. Да, как и настоящие хорошие спортсмены. Спасибо большое, Бельгия. Спасибо вам. Давайте все. А теперь нужно спалатку. Да, теперь нужно... Да, давайте все. Дорогие друзья, хочу представить вам нашего гостя из Москвы, председателя жюри Игоря Шибанова, который расскажет о своих впечатлениях. Я всегда оцениваю игры и выступления КВНских команд по тому, с каким лицом уходят зрители из зала. Сегодня, мне кажется, все уходили с улыбками, все уходили вполне удовлетворенными. Они получили то, чего хотели. И это, наверное, самое главное впечатление. Это говорит о том, что, наверное, будущее у КВН здесь, в Бельгии, ну и вообще в Европе есть. В свое время мы какое-то время назад тоже занимались здесь, в КВН. У нас было несколько замечательных команд, они здесь тоже там выступали, мы организовали, проводили тоже соревновательные выступления, игры. Ездили на разные выступления в Россию, на фестивали КВН в Сочи, в Юрмаву. Ну, просто к чему-то это все идет. Я желаю этим командам, которые сегодня выступали, тоже пройти свой путь, тоже вырасти до хороших, до хороших, больших КВНовских сцен, чтобы они куда пришли, чтобы они там выступали, чтобы мы все смогли их когда-то увидеть на первом канале российского телевидения. Поэтому, то есть, если отдельно брать выступление команд, я все-таки смогу выделить сборную Белоруссии, потому что это была команда. Они выглядели командой, они показывали хороший, качественный, настоящий КВН. На них приятно было смотреть, они молодые, красивые, задорные, они хорошо шутили, это было здорово, естественно и приятно. Они заслуженно победили. Две другие команды по-своему хороши, тоже выступили, без них игра бы не получилась. В общем, прекрасный вечер, я считаю, что есть будущее у КВН. И вот Статьяна, которая в свое время, с которой мы здесь занимались, не даст соврать, может, что-то она добавит к тому, что она сказала, или забыл сказать я. Что я могу сказать, конечно, давно не было у нас такого веселья, и, естественно, все, вечер порадовал. Я на самом деле прям на подъеме каких-то эмоций, естественно, увидела, я совершенно согласна с Игорем насчет команды КВН Белоруссии, ведь БГУ, потому что она была абсолютно хабаритом, по-моему, это чувствовалось и по атмосфере в зале, и по реакции зрителей и прочее. Команды Голландии и Германии, наверное, все-таки вызвали какое-то некоторое недоумение у зрителя, потому что, как эта команда из двух человек и прочее, прочее. Но, в принципе, эта тенденция на сегодняшний день это не ново, и к этому зритель тоже привыкнет. И они не менее порадовали, например, меня лично, обе команды порадовали не менее сегодня. И поэтому, что я могу сказать, только спасибо организаторам, например, за то, что хватило смелости, сил и эмоций все-таки наконец организовать это мероприятие. А во-вторых, спасибо за то, что пригласили конкретно меня в судить, стать членом жюри, что меня тоже немало порадовало. И, конечно, это нелегко, но, в принципе, сегодня было все очень замечательно, скажем так. Все.